приветствую дорогие друзья на моем канале сегодня мы вместе с вами будем сушить хурму как сушить хурму в этом году я не планировала снимать я ее уже сушила для себя но по просьбам многих подписчиков я этот ролик тоже сниму в качестве новогоднего видео да потому что мы привыкли чтобы и хурма вместе в ряду сухофруктов у нас всегда лежала на столе на новый год хотя и хочу сказать что для хурмы для сушения мы должны обязательно взять такой сорт этот сорт да немного продолговатый такой более такой тяжелый красивый называется королевский сорт в основном он бывает оранжевый с темной или чуть светлой окраской внутри мякоть такая добротная хорошая да именно такой сорт я беру для сушения именно такой сорт но он у нас должен быть обязательно не зрелый но не спелый они когда остаются в комнатной при комнатной температуре внутри мякоть зреет уже и можно ее употребить хотя если хотите употребить можете в холод разрезать до на дольки и поддержать в холоде после этого их можно смело употребить но сейчас не об этом хочу показать что вот такой спелый плод мы сушение не берем никогда посмотрите но он можно сказать ими если даже местами да допустим здесь он такой неспелый а здесь немного подоспелый да видно нажму мы такой плод не берем сушение почему потому что после того как я удалю кожуру я должна ее ошпарить на минуту в кипятке и вот эти вот места которые уже успели созреть они у нас сразу облезают и получается очень некрасиво очень неправильно то есть берем вот такой плод и обязательно смотрим чтобы на них были при как при покупке смотрите чтобы были хвостики потому что будем подвязать ниткой за хвостик если не будет хвостика то нам нет ниоткуда будет зацепиться а насчет этих лепесточков хочу сказать следующее если есть время если не ленитесь вот так аккуратно ножницами естественно кухонными вот так по кругу и обрезайте если нет времени не хотите не обрезайте ничего страшного от этого ваш королёк никак не обидится вот есть еще и такие сорта да от мало до велика есть такие сорта в основном они внутри хрустящие да не джема образные они внутри хрустящие сейчас разрежу и покажу вот такие да с такой текстурой внутри в основном я так такие не беру на сушение почему потому что когда они сушатся от них можно сказать особо ничего и не остается внутри мякот такая очень черная некрасивая в общем для сушения берем именно такой сорт королевский сорт такой продолговатый что я делаю я значит предварительно свои корольки помыла да и так ножом острым ножом причем срезаю кожицу кожу посмотрите как срезаю в одном направлении да сверху вниз вот так то есть хаотично как попало не надо срезаем сверху вниз чтобы и после того как он у нас высохнет был красивый вот так сверху вниз и так я обойдусь со всеми плодами и на примере сейчас покажу сейчас так хвостик есть что я делаю беру нитку естественно такую нитку чтобы держалась да вот так подвязываю свой королек а тут срезаем хорошенько туго делаю два-три узелка только да и в конце тоже делаю вот так вот узелок узелок так у нас должно выглядеть все и кладу сторону беру следующий и так со всеми штучками я сделаю и покажу что делаем дальше дорогие друзья продолжаем значит мы с вами договорились что плоды должны обязательно терпкими да и ни в коем случае не спелыми не ни в одном месте да не не спелыми все то есть у меня они так вот готовы и понавешанные да и теперь у меня на стороне кипит кастрюля с водой идем туда итак продолжаем дорогие друзья как-то не здесь у меня стоит кастрюля над огнем не кипит вода в воде ничего нет ничего и я свой фрукт да свой плод кидаю сюда где-то минуту вот так вот туда-сюда туда-сюда в воде верчу да да как бы ошпариваю это я думаю делается для того чтобы королёк немного как бы постарил скажем так и быстрее просушился так будем вешать в прохладное место проветриваемое хотя бы там я не знаю у окна вот как от открытого до если в квартире живете или если живете в собственном доме то будет хорошо очень даже хорошо во дворе на дереве каком-нибудь подвесить то есть обычно корольки сушат именно во дворе и они никак не должны соприкасаться друг к другу то есть когда вешают они друг другу один к одному никак не должны соприкасаться и вот здесь видно да немного водичка вот в этом хвостике как бы образовалась попытайтесь быстренько и и слить да я для показа у меня вот на кухне есть так удобненько и место для показа я ее сюда плот я сюда подвешу но она у меня здесь не останется королёк у меня здесь не останется я уберу в холодное проветриваемое помещение почему потому что если домашних условиях будете сушить да то она вас просто сгниет королёк сушатся ровно две недели или три недели это еще зависит от крупности плода если плод крупный то где-то три недели обязательно у вас будет сушиться ну все дорогие друзья кажется я все возможные моменты сказала в этом видео и вот последний который я сделала хочу показать что вот он видите он у меня немного спелый был и хочу сказать что вот так он облезает вот эти вот спелые места они облезают не хоть не хотим чтобы так было поэтому а вот эти посмотрите какие они сухие да так должно быть а вот здесь у меня уже висит сушеный королёк сушеный королёк я его обваляла в муке можете обвалять и в сахарной пудре и лифт или можете в сахарную пудру потом в муку как хотите но они так очень сладки можете только в муку почему это делается для того чтобы дать наверно плодам товарный вид особо ничего и хочу показать что когда делала для дома не срезала хвостики хочу показать что вот они вот так поднимаются наверх да и вот такие не хотите срезайте а вот тут уже я срезала вот и на примере одной штуки покажу как они будут выглядеть в разрезе да как я их храню обычно я их помещаю морозильную камеру пакетики конечно герметично закрываю и храню в морозильной камере вот так они выглядят снаружи если хотите можете конечно на чуть-чуть не до сушить нравится чтобы было больше такой жидкой мякоти можете меньше сушить ну на примере одной из штучки можете разрезать и убедиться да насколько вам нужно чтобы она у вас была сушеная что по поводу корольков я еще хотела сказать не помню сказал что они сушатся две недели три недели от силы хочу вспомнить что я еще не досказала сейчас и да дорогие друзья хотела сказать что в плодах королька содержится большое количество витамина c и железо употреблять его в своем рационе обогащать его и если вам нравится это видео подписывайтесь на мой канал делитесь друзьями все как обычно ставьте лайки и не очень приятно когда вы отзываетесь и пишите приготовили ли вы это или иное блюдо или нет понравился на вам или нет и так далее если у кого-то что-то не получается знаете есть какие-то нюансы может ли там мука разная и так далее и тому подобное да не буду вдаваться в подробности пишите комментарии я все периодически буду по мере успеваемости отвечать у меня продолжается цикл приготовления новый год до разных блюд и так далее и скором видео я вам покажу как готовить чучхайлу или сладкий суджух с шароц по-армянски из грецкого ореха до новых встреч дорогие друзья